И сейчас я хочу вам передать слово не только главе нашего официального партнера по визажу, но и члену жюри, руководителю школы грима при Мосфильме Эстель Шая, Эстель Семенчук. Что же происходит уже не первый сезон за сценой, все журналисты, многие фотографы все просят нас каждый раз, все очень хотят попасть на бэкстейдж, почему-то это такое лакомое место на самом деле. Вот что же там происходит, какие чудеса творятся, чем эта неделя мода отличается и в этом плане, и чем будем удивлять в этом сезоне Эстель. Да, и какие ожидания у членов жюри? Спасибо большое всем. Здравствуйте, коллеги, товарищи журналисты. И в первую очередь хочу сказать, конечно, почему так все хотят попасть туда. Там красотки-визажисты делают красивыми наших моделек. Хочу представить, меня зовут Эстель Семенчук, помимо руководителя школы грима с фильмами, я еще ведущая на канале Пятница, на канале РУ-ТВ, своих авторских рубрик, и также являюсь историком грима, слежу за историей моды, изучаю это очень плотно. И в первую очередь, когда меня пригласили на Эстель, сначала просто посмотреть неделю моды, мне безумно понравился шик, блеск данной площадки. Конечно, это возвышает данную неделю моды, когда ты приходишь посмотреть показ, посмотреть так, как нужно выглядеть, да, но тебе еще такая обстановка, конечно, наливает больше такого шика. Вот, ну и, конечно же, в чем отличие, и помимо, я являюсь визажистом мозга фажировика, и есть, и самое главное, что неделю моды не конкурируют, да, как бы, это очень круто. Каждый несет свое, несет свое видение, свое понимание. И вот как мы разговаривали сейчас, наши коллеги, о бриллиантах, бежевериях, о часах, ведь все-таки образ, это не отдельные какие-то элементы, да, это полностью в совокупности. И цвет сережек должен оттенять цвет макияжа, цвет, ну, не оттенять, а наоборот, подчеркивать, да, цвет глаз, цвет наряда, потому что все-таки мы ушли от того, что существовали раньше цветотипы, да, как бы, цветотипы, я считаю, это придумано в 90-х, и в 90-х оно и осталось именно в макияже, потому что все-таки мы сейчас идем на контрасте, да, и противоположные цвета, которые контрастируют и усиливают друг дружку, они помогают образ делать ярче и сильнее, краше, так скажем, потому что если мы возьмем зеленые глаза, зеленые украшения, зеленый макияж, зеленые брюки, зеленая обувь, то мы станем зелеными, да, поэтому именно контраст усиливает цвет, поэтому приятно, что именно на этой неделе моды собрано столько профессионалов, которые делают образ полноценным, целостным, вот. Хочется затронуться, опять же, по детской неделе моды, это тоже очень правильно и важно, я являюсь благотворителем уже на протяжении шести лет, помогаю детским домам, вместе с Эвелиной Блюденс мы стали делать в помощь деткам Сидром и Дауна, и вот именно такая, когда присутствуют дети на площадках, это самая, наверное, прелесть, когда мы, взрослые, приучаем детей сразу к стилю, к какому-то вкусу, да, и это тоже немаловажно. Вот, ну, конечно же, проследив недели моды зарубежные, я всегда даю свои тренды, ввожу свои новые тенденции, потому что являюсь киношником, а именно кино дает понимание образа в будущем, да, ну, или что-то, что-то направляет нас, и потом мы делаем уже новые тенденции, поэтому в макияже будем тоже вас удивлять, будем подчеркивать снаряды, украшения, и совместно с коллегами будем делать тенденции моды. Именно 10 лет назад Леди Гага нам ввела толстую стрелку, тогда для нас это был как Леди Гага и Эми Ватхаус, да, тогда для нас как так можно, что вы, что вы, что вы, что вы, но сейчас мы можем наблюдать, что зрители, что недели моды спокойно наносят на себя данный макияж и вводят в тенденции. Плюс хочется сказать, конечно, сейчас вот это и для весны, и для лета, и для осени, и для зимы это будет пока так, но все-таки сейчас у нас наступает весна, летний период, и, конечно, все-таки хочется, чтобы женщина выглядела более нежной, нежели такие графичные формы, которые делают из нас более такую колкую, более такую волевую женщину, вот, поэтому я предлагаю все-таки на весну, лето брать цветом, желтенький у нас сейчас в моде, можно стрелочку делать потоньше, да, такая активная пчелка, я ее называю, да, желтенький глазик и небольшой хвостик, вот, да, и у нас в моду входит, как раз мы сейчас будем делать осень-зима, и в моду входят лиловые фиолетовые оттенки. У меня как раз тоже логотип школы является фукси, это тоже тональность в палитре фиолетового цвета, поэтому тоже очень приятно это, и можете, в принципе, и к лету тоже применять, но более мягкие, да, более пастельные тона фиолетовых цветов, поэтому это тоже можно. Самое главное, чтобы вы нашли свой стиль, да, чтобы вы не принимали полностью все, что идет на подиуме, а все-таки к своему образу добавляли каких-то асцентов, и тогда вы будете всегда в тренде. Вот так вот, вот так вот, прямо здесь, на площадке Stead Fashion Week задаются новые тренды, открываются секреты, и, в общем-то, задается тон всему грядущему сезону. Субтитры сделал DimaTorzok